Всем привет, друзья! В этом видео вы услышите 12 правил богатства Джона Рокфеллера. Как известно, Джон Дэвисон Рокфеллер признан самым богатым человеком в мире за последние 100 лет. Его финансовое состояние в переводе на нынешние денежные единицы составляло бы свыше 340 миллиардов долларов. 12 правил Джона Рокфеллера – это собранные его почитателями выдержки из цитат, произнесенных им когда-либо и опубликованных в автобиографической книге «Мемуары». Этим правилом богатства Джон научил своего единственного сына, а тот передал своим пяти сыновьям. Сейчас династия Рокфеллеров до сих пор остается одной из богатейших династий мира, объединившись с другой богатейшей американской семьей Ротшильдами. Отношение к этим людям может быть неоднозначное. Однако нужно признать, что они умеют быть богатыми, знают, как стать богатыми и поддерживать свое богатство. И во многом потому, что следует 12 правилам Джона Рокфеллера, который, будучи выходцем из довольно бедной многодетной семьи, с нуля стал долларовым миллиардером и крупнейшим в мире нефтяным магнатом. Поэтому у этого человека точно есть чему поучиться. Инстардинг представляет. Золотые правила Джона Рокфеллера. Первое правило. Меньше работай на кого-то. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже живешь. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер убедился в том, что работа на дядю, путь в никуда, на личном примере. За всю жизнь он проработал на чужую компанию совсем недолго, причем это было еще в совсем раннем возрасте, в 16 лет. Несмотря на то, что Джон быстро рос по карьерной лестнице и, будучи молодым юношей, дослужился от ассистента бухгалтера до руководителя компании, он понял, что это тупиковый путь развития. Уволился и стал партнером по бизнесу другого предпринимателя, одолжив при этом недостающий капитал под проценты. Второе правило. Экономь деньги. Ищи, где можно купить товары дешевле и оптом. Планируй список покупок заранее и покупай только то, что есть в списке. У Джона Рокфеллера каждая копейка была на счету. Он не тратил деньги на то, что не было нацелено на приумножение капитала. Еще с самого детства он создавал сбережения, откладывая заработанные деньги в копилку, что позволило ему уже в 13 лет выдать свою первую суду под проценты, а в 18 лет стать партнером по бизнесу. Третье правило. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Именно в открытии своего бизнеса Джон Рокфеллер видел лучший способ избавиться от бедности. И на своем примере отлично это доказал. Занятие бизнесом, пусть даже сначала на партнерской основе, дало ему возможность превратиться из бедного человека в мирового нефтяного магната. Причем он, не теряя времени, начал заниматься серьезным делом очень рано, уже в 18 лет. Четвертое правило. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе независимо от твоих усилий. Создай источник пассивного дохода и живи в свое удовольствие. Постепенно Джон Рокфеллер превратился из бизнесмена в инвестора. Он был собственником большого количества крупных предприятий, которые приносили ему доход без особого вмешательства. Только пассивный доход, поступающий независимо от собственных усилий, возможность которых всегда ограничена, может стать источником большого богатства. Рокфеллер отлично доказал действие этого правила на собственном примере. Пятое правило. Думай о том, как заработать минимум 50 тысяч долларов в месяц. Можно больше, меньше, нельзя. Эта цифра была рекомендована Рокфеллером не просто так. Он считал, что богатый человек не должен тратить более 50 тысяч долларов в месяц. Это его предел, поэтому включил именно такую сумму в свои правила богатства. Шестое правило. Деньги приходят к тебе через других людей. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Рокфеллер был убежден, что общение с другими людьми и доброжелательное отношение к ним помогает прийти к богатству, в то время как самому это сделать гораздо сложнее. Здесь можно вспомнить, что в своей нефтяной компании «Стандарт Оил» Джон Рокфеллер выдавал зарплату работникам акциями компании. Таким образом, они становились лично заинтересованными в успехе общего дела, ведь от этого зависел их личный доход по акциям. Поэтому работали с максимальным усердием, обогащая и себя, и владельца компании. Седьмое правило. Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Окружай себя победителями и оптимистами. Джон Рокфеллер понимал, что бедным людям присуща психология бедности. Они всегда жаловались и не брали на себя ответственность, поэтому общение с ними не несет в себе ничего конструктивного, а наоборот, психологически склоняет к собственному переходу на аналогичные мысли. Богатые люди, напротив, имеют психологию успеха, они мыслят возможностями, способны зарядить и мотивировать своим оптимизмом других, поэтому общение с такими людьми всегда конструктивно и полезно. Восьмое правило. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывай себе оправдания, почему именно сейчас ты не можешь начать идти к своей цели. Часто люди пытаются оправдать свою нерешительность какими-то внешними причинами. Восьмое правило богатства Рокфеллера гласит, что никаких оправданий в этом случае быть не может, а придумывая их, человек лишь обрекает себя на бедность, поэтому нужно брать полную ответственность за свою жизнь. Девятое правило. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Самые богатые люди мира на собственном примере доказали, как можно достичь успеха, поэтому их истории и мысли всегда можно использовать как правило богатства. Хороший пример для подражания. Собственно, эти 12 правил Джона Рокфеллера как раз такой случай, поэтому если хотите разбогатеть, вам нужно слушать только богатых, а не ваших друзей и знакомых, которые в таком же положении, как и вы. Десятое правило. Мечты – это главное в твоей жизни. Человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Джон Рокфеллер был убежден, что мечтать не только не вредно, как гласит всем известная поговорка, но и полезно и даже необходимо. Именно мечты и цели, поставленные исходя из мечтаний, приводят человека к богатству. А если у человека нет мечты, нет видения своего будущего, ему просто не к чему стремиться. Сам Джон Рокфеллер с детства мечтал заработать 100 тысяч долларов, а заработал аж 1 миллиард 400 миллионов. Одиннадцатое правило. Помогай людям бескорыстно, от чистого сердца, но только тем, кому ты сам хочешь помочь. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. Джон Рокфеллер всю жизнь был филантропом. С раннего детства он жертвовал 10% своих заработков в церкви, позднее занялся финансированием и других благотворительных проектов, а в старости раздал на благотворительные нужды около полумиллиарда долларов. Рокфеллер рекомендует всегда оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Просто так, от чистого сердца, не из корыстных побуждений. Двенадцатое правило. Создавай бизнес-системы, которые будут работать сами и наслаждайся своими заработанными деньгами. Последнее правило богатства Джона Рокфеллера означает, что бессмысленно копить деньги просто так. Их нужно использовать себе во благо, наслаждаясь этим. Богатство должно делать человека счастливым, иначе оно не имеет никакого смысла. Вот такие они. 12 правил богатства Джона Рокфеллера. Возьмите себе их на заметку и применяйте в жизни. Все-таки этого человека можно считать одним из лучших авторитетов в достижении богатства. А если судить по уровню финансового состояния, то самым лучшим. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Отдельная благодарность сайту «Финансовый гений» за предоставленные материалы. Надеемся, это видео поможет вам прийти к поставленным целям. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить и обязательно поставьте лайк. Всем пока!